Эфир телеканала Своё ТВ продолжает программа ОКО Государева, правовой проект региона. О том, как защитить свои права и как бороться с нарушителями, рассказываем все как есть на самом деле. Меня зовут Татьяна Андреенко. Здравствуйте. Сегодня говорим о самых популярных преступлениях в сети интернет. Каждый день множество граждан попадаются на уловки мошенников и теряют большие суммы из своего кошелька. Какие категории преступлений являются наиболее распространенными и как не стать жертвой киберпреступников? Об этом поговорим в сегодняшнем выпуске, но сперва о последних новостях прокуратуры края. По иску прокурора в пользу семьи погибшего на производстве мужчины взыскана компенсация морального вреда. Установлено, что мужчина работал водителем самосвала в коммерческой организации, которая осуществляла деятельность по разработке гравийных и песчаных карьеров. В январе 2024 года во время выполнения шиномонтажных работ по замене колеса на самосвале работник получил телесные повреждения, от которых скончался. В соответствии с актом расследования нечастного случая, гибель работника произошла по вине работодателя. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с работодателя в пользу супруги и детей погибшего компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с организацией в пользу членов семьи погибшего компенсацию. Ее размер составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 году глава крестьянско-фермерского хозяйства, действуя в сговоре со своим сыном, обратился в региональное министерство сельского хозяйства с заявлением о предоставлении субсидии в рамках государственной поддержки сельхозпроизводителей. Обвиняемые предоставили акты, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполненных работах и якобы понесенных затратах на уход за виноградником. На основании предоставленных подложных документов главе крестьянско-фермерского хозяйства предоставлена в субсидии в сумме около 2 миллионов 400 тысяч рублей. Полученными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу. В Георгиевске ранее судимая местная жительница отправится в колонию за мошенничество и кражи. В суде установлено, что подсудимая, находясь в магазинах и на рынках Георгиевска, ссылаясь на отсутствие у нее наличных денежных средств, необходимых для оплаты товара, просила у граждан деньги под предлогом возврата переданной суммы на банковский счет. В последующем взятые на себя обязательства подсудимая не выполняла, полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Она же, находясь в сетевых магазинах города, совершала кражи товаров хозяйственно-бытового назначения, а также продуктов питания. Всего подсудимой совершен 41 эпизод преступной деятельности, от которых пострадали 26 граждан. Размер причиненного ущерба превысил 170 тысяч рублей. Суд назначил подсудимое наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Субтитры предоставил DimaTorzok Напоминаю, что вы можете задать свой вопрос сотрудникам прокуратуры Ставропольского края. Спрашивали? Отвечаем в нашей рубрике. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Какие схемы используют мошенники для обмана граждан? В век высоких технологий злоумышленники придумывают новые способы хищения денежных средств. Разберем ряд примеров. В конце 2023 года появилась новая схема мошенничества с банковскими картами. Так, людям предоставляют пластиковые карты, а через 10-15 минут звонят мошенники и предлагают ее активировать. Хотя эту процедуру может выполнить сам клиент. Таким образом злоумышленники узнают данные, а потом снимают деньги со счетов. Одна из самых популярных схем обмана – это когда аферисты звонят жертвам под видом родственников, банковских сотрудников, полиции и других государственных организаций и пытаются выманить личную информацию клиента. Сначала они усыпляют бдительность человека, а после играют на его доверии. Аферисты создают поддельные сайты. Если жертва не заметит, что сайт не настоящий, она сама предоставляет информацию о себе третьим лицам. Криптобиржи. Быстрый финансовый способ обогащения за счет современных технологий. Непонятные финансовые слова, красивые истории обогащения неизвестных вам людей. Эту рекламу можно сразу перелистывать. Богатство, полученное чудесным образом, не более чем стандартный мошеннический рекламный обман. Взлом устройств через рассылку вредоносных программ. Надо помнить, что файлы и ссылки, которые вам присылают неизвестные люди, лучше не открывать. Существует несколько способов сохранить свои личные данные и средства. Используйте двухфакторовую аутентификацию. При подозрительном звонке повесьте трубку и перезвоните по официальному номеру телефона в ту организацию, сотрудникам которой представился человек. Не верьте звонкам о том, что ваши близкие родственники или друзья попали в ДТП, совершили преступление и так далее. В этой ситуации вы должны прекратить телефонный разговор и сразу перезвонить тем людям, о помощи которым идет речь, и уточнить, что у них случилось. А я прощаюсь с вами. Увидимся вновь в эфире программы в следующий четверг. Оставляйте свои вопросы на электронную почту, которую видите на своем экране. До скорого. А также обратитесь в прокуратуру по месту жительства. Это обязательно, чтобы ваше обращение было зарегистрировано. Ну а мы отследим его путь и поможем решить вашу проблему. Возвращаемся в студию. Сегодня в программе ОКО Государева говорим о достоверности отражения сведений о преступлениях экономической направленности. У нас в гостях старший прокурор отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Савропольского края Константин Иванов. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Константин Иванов. Старший прокурор отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Савропольского края. Образование высшее юридическое. Окончил Саратовскую государственную юридическую академию. С 2019 года по 2021 год работал помощником прокурора Нефтекумского района. С 2021 по 2023 год занимал должность помощника Минераловодского межрайонного прокурора. С 2023 года по настоящее время проходит службу в отделе правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Ставропольского края в должности старшего прокурора отдела. Поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации. Давайте обсудим главный вопрос, что такое преступление экономической направленности. К преступлению экономической направленности относятся преступления, предусмотренные разделом 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступления о коррупционной направленности и соответствующие определенным условиям, установленным совместно Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел. Примером коррупционного преступления можно, кроме дачи взятки, привести такой пример, как мертвые души. Это когда руководители государственных и муниципальных организаций и учреждений трудоустраивают лиц, которые фактически не выполняют трудовые функции в этих учреждениях, а их заработную плату присваивают себе. К экономическим преступлениям также относятся преступления, совершенные должностными и материально ответственными лицами, юридических лиц или государственных и муниципальных учреждений и организаций, вне зависимости организационной правовой формы, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции именно в процессе учреждения производственно-хозяйственной или финансовой деятельности. Например, совершение мошенничества индивидуальным предпринимателям, например, связанное с хищением денежных средств в момент совершения купли-продажи имущества, необходимого для осуществления им производственной деятельности, сырье или оборудованием. Также к категории экономических преступлений относятся преступления, совершенные в отношении других юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Также связаны с незаконным отчуждением земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности и переходом права собственности на нее гражданам и физическим лицам, а также освоением бюджетных средств. Константин, расскажите о роли прокуратуры в формировании сведений о преступлениях экономической направленности и достоверности ее отражения. Прокуратура Старопольского края осуществляет надзор за достоверностью формируемых сведений в государственной статистической отчетности, а также за соответствие документов первичного учета, на основании которых формируется статистическая отчетность, материалом уголовных дел. Поскольку органы прокуратуры координируют деятельность правоохранительных органов, то значимость достоверности статистических данных очень важна, поскольку это позволяет провести анализ криминогенной обстановки на территории края, выработать необходимый подход на противодействие сложившейся преступности, какие-то необходимые профилактические мероприятия, и что в дальнейшем улучшит нашу жизнь и меры, направленные на борьбу с преступностью. Характерные виды нарушений федерального законодательства о статистическом учете допускаемыми правоохранительными органами? Допускаемые нарушения при формировании статистической отчетности очень разнообразны и связаны не с тем, что любое преступление имеет свою субъективную и объективную сторону. И поскольку законодатель обязывает правоохранительные органы обеспечить индивидуальный подход к каждому преступлению, то задача статистики, наоборот, противоположная. Она должна из того многообразия совершенных преступлений выявить определенные критерии, которые позволяют их классифицировать. Какие меры принимает прокурор для устранения выявленных нарушений? Прокуратурой края и территориальными прокурорами на постоянной основе осуществляется изучение документов первичного учета, на основании которых формируют статистические данные. И в случае выявления нарушений, это связано с неверностью заполнения, несвоевременностью предоставления этих документов. То в те правоохранительные органы, допустившие нарушения, направляются информационные письма, представления об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь. По результатам которых должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. Также в случае выявления грубых нарушений, возможно, подготовка и направление в правоохранительные органы материала о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Расскажите о состоянии преступности в указанной сфере за 2023 год и за 2024 год, текущий период, который прошел. В 2023 году на территории края совершено около 2000 преступлений экономической направленности, что составляет около 6% от всего количества совершенных преступлений. Из них коррупционной направленности – это около 600 преступлений. И в целом можно отметить, что отмечается динамика по снижению преступлений, совершенных в сравнении с прошлыми периодами. Если проанализировать в общем состояние преступности за несколько лет на этом направлении, то можно отметить динамику положительную, связанную со снижением уровня преступности на данном направлении. И деятельность прокуратуры Ставропольского края направлена на отражение достоверности статистических данных. – Константин, спасибо вам большое за беседу. У меня на этом все. – Спасибо. – На этом наш эфир подходит к концу. Еще раз вам напоминаем о том, что вы можете написать нам о своей проблеме с пометкой «Ока Государева» на месседжере редакции. Номер вы сейчас видите на экране. А также одновременно обратиться в прокуратуру по месту жительства, чтобы ваше обращение зарегистрировали. Мы отследим его путь и поможем решить вашу проблему. Вы смотрели программу «Ока Государева» – совместный проект телеканала «Своё ТВ» и прокуратуры Ставропольского края. Меня зовут Татьяна Андриенко. Увидимся с вами через неделю. Смотрите нас каждый четверг в 10.15. Субтитры создавал DimaTorzok